Для тех, кто со мной не знаком, а я вижу на самом деле примерно половину аудитории уже не первый раз, зовут меня Бойко Антон. Насколько великий я, то уже судить, конечно, вам, но тем не менее расскажу немного о себе. Моя основная страсть, то, что я выступаю на встречах сообщества, конференциях, мероприятиях по типу IT Talk и так дальше, это облака. Это все, что так или иначе связано с облаком. Я даже являюсь, скажем так, основателем украинского Azure сообщества. То есть облака Microsoft, это Microsoft Azure. Когда-то, примерно два года назад, я был очень опечален тем, что такого сообщества у нас нет. Поэтому, собственно, решил его создать. И, в принципе, получилось довольно неплохо. Также я обладатель почетного звания Microsoft Azure MVP. Я им наслаждаюсь еще примерно 5 месяцев. Почему 5 месяцев? Потому что, к сожалению, я не смогу подаваться на повторную номинацию, потому что с февраля этого года я являюсь сотрудником компании Microsoft. И у меня такая интересная роль – DevOps-евангелист. Я рассказываю людям, кто такие DevOps, что такое DevOps и почему это важно, как это может позволить вам избавиться, скажем так, от той боли, которую вы даже не представляете. Тем не менее, здесь есть мой личный почтовый ящик, есть мой рабочий почтовый ящик. Можете записать себе, можете сфоткать. Если не успеете сейчас, ничего страшного. Это будет и в конце презентации, и, собственно, ближе к нашей теме – DevOps любят Azure. О чем бы я хотел поговорить сегодня? Я хотел рассказать, кто такие DevOps-ы. Кстати, поднимите, пожалуйста, руки. Есть ли вот в зале люди, которые как-то относятся к теме DevOps-ов? Положительно считаю. Положительно. Отлично. Это, как меня спросили один раз на одном тренинге по охране труда. Первый вопрос был, как нужно обходить трамвай. Я сказал, спереди. Сказали, окей, правильно. На каком расстоянии? Но я не растерялся, я ответил, на безопасном. Вот, в принципе, и нельзя сказать, что я не прав. Так что, окей, хорошо. Как раз это очень хорошо, потому что основной мой доклад на сегодня как раз касается того, кто такие DevOps-ы, чем они занимаются, почему эта роль важна, почему этих людей нужно любить и уважать, и, скажем так, почему нужно самому тоже как-то вовлекаться в это движение. Давайте немножко поговорим, что у меня сегодня запланировано на нашем докладе. Собственно, сначала немного расскажу о том, кто такие DevOps-ы, что они делают. Расскажу, с какими, не то чтобы трудностями они связываются, а скорее, какие основные вот задачи у них есть и как они их решают. Немножко расскажу про облако Azure в целом. Расскажу, какие практики могут использовать DevOps-ы для решения своих задач при помощи облака. И буквально пару слов расскажу о том, чем именно облако может быть интересно для DevOps-ов и чем оно может им помочь. В конце, конечно же, будет слайд, скажем так, с таким названием, как инши. Все, о чем мы не успели поговорить на этих слайдах, обо всем мы поговорим уже в конце. Итак, DevOps-ы. Какой у нас традиционный подход вот именно к разработке нашего приложения и потом к каким-то операционным работам? Как это обычно выглядит? У нас есть разработчик или же разработчики. Еще у нас есть команда операционистов, которые ответственны за то, чтобы код, который напишут разработчики, как-то функционировал там на продакшене или еще где-то. К сожалению, в большинстве случаев между этими ребятами стоит каменная стена. Они вообще не видят друг друга. Они сидят там где-то в разных комнатах. Это вот знаете, возможно, как раньше было с QA, которых немножко так, я считаю, обидно называли тестировщиками. Это не совсем правильно. Все-таки QA это специалист по качеству приложения. И многие программисты думают, вот, QA там это засранцы, они мешают мне хорошо спать, они мне какие-то баги постоянно репортят. На самом деле наоборот. QA делают великолепную работу, чтобы эти баги не дошли на продакшен. Операционная команда, она также делает очень большую работу для того, чтобы обеспечить работу нашего приложения. Но чаще это выглядит следующим образом. Разработчики собрали какой-то пакет, какую-то вот коробку, там, черный ящик, не знаю, желтый ящик. И хоба, перебросили его через стену и все. То, что называется, с моей стороны пули ушли, да, а то, что там у вас с мишенью проблемы, то, что пули не попали, тоже разбирайтесь дальше сами. И иногда случается так, что операционная команда не может работать с этим пакетом. Ну, пример стандартный. Например, если мы, там, .NET разработчик, если мы делаем какой-то билд, мы можем забыть в билд положить какие-то библиотеки. Ну, вот банально там есть такая волшебная галочка в Visual Studio Copy Local True. Вот мы можем забыть это поставить. На нашей машине все отлично сбилдилось, мы все отлично протестировали, собрали, перебросили через стену DevOps'ом. DevOps'ы пытаются запустить, у них ничего не работает. В результате это приводит к чему? В результате это приводит к тому, что дружеская обстановка накаляется. Конечно же, это не очень хорошо. И, конечно же, такого нужно избегать. И вот основная задача DevOps'ов — это избегать подобной ситуации. Почему DevOps'ы называются DevOps'ами? Как вы думаете? Подсказка есть на этом слайде. Да, потому что DevOps' — это тот, кто и Dev, и тот, который Ops. Собственно, и вот этой стены просто нет. Ну, потому что там, как, грубо говоря, я с одной папочки в другую переложил там свой проект, и он перестал работать, мне некого винить. Это как бы все делаю я, мне нужно самому разбираться в этом. Итак, что же такое DevOps? Вот реально, что такое DevOps? Как вы думаете? У кого есть какие-то идеи? Кто, может, читал экспертов на Facebook'е и готов поделиться мнением? Ну, это люди, которые помогают автоматизировать настройку разворачивания environment'а, то есть все, что с этим связано. Хорошо. И опять же, там очень много процессов, которые мы замечаем. Хорошо. Мне нравится такая формулировка. Это люди, которые занимаются автоматизацией environment'а, возможно, его созданием, возможно, его настройкой и так дальше, и так дальше. Хорошо. Мне нравится такая формулировка. Есть еще мнение? Кто такие DevOps'ы? Да, пожалуйста. Люди, которые занимаются разработкой и внедрением одновременно. О! Шикарная формулировка тоже. Она мне тоже нравится, и она тоже правильная. Есть еще варианты? Как-то так. На самом деле, собственно, вот. Когда мы говорим о DevOps'ах, по сути, есть вот один и вправду большой слон. Есть, скажем так, одно большое понятие, один большой термин. Каждый человек подходит к этому термину с разных сторон, и каждый человек дает какую-то вот именно свою новую формулировку. Но, скажем так, слон все равно остается на месте. Он от этого не меняется. Задачи все равно остаются те же. И DevOps' — это вот как раз одно из тех направлений, там, где тоже называется «Сколько людей, столько и мне». Да? Три мушкетера. Кстати, кто… тут просто вот такое название красивое. Это и вправду такая даже была статья в интернете, которая так и называлась. Три мушкетера DevOps'а. Как вы думаете, вот на каких трех китах строится, собственно, процесс DevOps'а? Я дам вам небольшую сейчас подсказку. Собственно, вот кто читал трех мушкетеров, да, там были такие мушкетеры, как Портос, Портос и опять Портос. Вот, собственно, скажем так, в английских названиях вот эти три кита, они начинаются все три на букву П. Это то, что можно найти в интернете по запросу там «три мушкетера DevOps'а» и так дальше. Мне просто понравилась вот эта сама идея, поэтому я решил даже вынести ее в отдельный слайд. Итак, первый мушкетер на букву П – это люди. То есть первоначально все так или иначе начинается с людей. Почему? Потому что если люди не понимают, зачем они делают какую-то работу, то с ними все равно каши не сваришь. И когда мы говорим про людей, то, как видите, что основная задача – это то, чтобы люди были ответственные. Это очень важно. То есть как раз вот это позволяет убрать стену между девелоперами и между опсами. То есть у нас уже не будет такого, что я что-то сделал, я вам закоммитил, да, там в репозиторий, а вы дальше сами решайте, что с этим делать. Второе, что очень важно, это правильно построенные процессы. Вот про процессы тоже есть одна такая тема. Я постоянно с друзьями на эту тему веду разного рода холиворы. Допустим, у вас есть система source control, да, там SVN, GIT, TFS, не знаю, там еще что-то возможно. Сколько веток в этой системе source control держать для проекта? Одну, две, десять, сто пятьсот и так дальше. То есть процессы должны быть построены правильно. Если у вас что-то происходит, оно должно быть четко формализировано. То есть когда вы, например, принимаете решение создать новую ветку для кода в репозитории, конечно, вы можете это сделать, то, что называется, just because we can. Да, то есть просто потому, что вы можете это сделать, а почему бы и нет, давайте сделаем. Но это должно как-то быть обосновано. Например, если вы используете то, что называется feature branching development, когда у вас под каждую фичу создается отдельная ветка для того, чтобы фичи между собой не пересекались и для того, чтобы вы могли потом разворачивать каждую вот эту новую фичу независимо от других, вы, скажем так, ставите в команде правила, да, там каждая новая фича в отдельном бренче. То есть второе, что должно быть построено, это процессы. Последнее это продукты, то есть, грубо говоря, это инструменты, которые вы используете. Потому что, в принципе, так или иначе, да, если у вас есть, скажем так, отличный там какой-то автослесарь, да, который прекрасно знает теорию, как ему там разобрать и собрать автомобиль, все равно пока у него не будет в руках там правильной там отвертки, молотка и так дальше, он этого не сделает. Что важно с точки зрения инструментов? Инструменты должны быть простыми, понятными и, самое главное, удобными в работе. Здесь важно понимать тоже такую маленькую деталь. Инструментов на рынке существует огромное множество. Конечно же, есть там более серьезные, более дорогие, более взрослые, есть инструменты попроще. Если вы хотите использовать у себя в проекте хотя бы там какую-то одну из DevOps практик, конечно, это будет похвально, если вы возьмете самый там взрослый, самый зрелый, самый большой и гибкий инструмент. Но не всегда это будет правильно с точки зрения вот именно применения этих практик в проекте. Вполне возможно, что вам подойдет какой-то инструмент и попроще. Вот опять же вернемся к тому же Source Control. Есть, допустим, Git, есть, допустим, SVN. SVN — это система более простая в освоении. Git чуть более сложная, но дает больше возможностей. Если у вас небольшая команда, небольшой проект, если у вас вообще какой-то короткоиграющий проект там на 1-2 месяца, пожалуйста, вы можете использовать как один из инструментов SVN, и это будет нормально. Если же у вас проект большой, его нужно долго поддерживать, и там очень много всего нужно писать, но вполне возможно, Git вам даст большее преимущество, и это будет оправдано. То же самое, что есть, допустим, у Microsoft. Такая штука, как Team Foundation Server. Это даже не то, чтобы конкретный продукт, это скорее целый вот большой программный комплекс. Он и вправду крутой, он и вправду может запускать там космические корабли, но, опять же, если вы какой-то маленький стартап, вполне возможно, что вам нужно найти какой-то инструмент попроще. Иначе просто вы рискуете захлебнуться вот в сложности настройки этого большого продукта. Итак, что такое девопсы? Это люди, процессы и продукты. Вот эти три основные составляющие. Давайте дальше посмотрим, собственно, с какими трудностями девопсы обычно сталкиваются, и зачем вообще делать эту работу. Итак, первое. Назовем это гневом. Пользователи приходят на работу, допустим, вы разрабатываете какое-то приложение, утром они пришли, запускают это приложение, оно не работает. Или же оно тормозит. Или же оно там периодически как-то вываливается, и нужно перезагружать компьютер. Если вы работаете в каком-то корпоративном сегменте, вам, в принципе, проще это объяснить вашим пользователям. Если же вы делаете приложение для обычных смертных, не знаю, допустим, разрабатываете какой-то новый навигатор на мобильный телефон. В таком случае, пускай у вас даже там суперкрутые алгоритмы навигации, и он вам может построить маршрут с учетом и городского транспорта, и развозок, и их графика, и так дальше, и так дальше. Если приложение будет тормозить, вываливаться, отваливаться, пользователь будет испытывать злость, и он не будет пользоваться вашим приложением. Второе – это задержки. Под задержками имеется что? Имеется в виду что? У вас наступает какой-то момент, когда у вас уже готова к выходу новая версия приложения. То есть вы ее локально там оттестировали в рамках своей компании. Отлично, супер. Теперь можно было бы эту новую версию поставить пользователям. Ключевой момент – можно было бы. Как происходит процесс развертывания? Есть очень много разных сценариев, начиная от самого грустного, когда, например, для того, чтобы развернуть мое приложение, я в Visual Studio открываю проект, качаю последнюю версию, нажимаю на проекте правой кнопкой deploy, там заполняю какие-то поля в окошках, что-то куда-то улетает. Это очень плохо. Это реально очень плохо. Это выглядит, конечно, просто для понимания, но это может очень сильно оттягивать выход новых версий вашего приложения. Точно так же, если вам нужно, например, собрать это приложение из нескольких разных кусков. Поэтому задержки в, скажем так, доставке приложения конечным пользователям – это тоже очень важный момент, с которым тоже нужно бороться. И последнее, и, наверное, даже самое главное – это отсутствие информации о том, что вообще у вас происходит. Давайте возьмем самый простой такой пример. У вас есть какой-то сайт. Вот обычный веб-сайт, который, ну не знаю, допустим, новостной портал. Вы смотрите по статистике, что вот у меня было в месяц регулярно там 100 тысяч пользователей. Потом раз, вдруг, в следующем месяце у вас их не 100 тысяч, у вас их 50. Почему? Почему было 100, стало 50? Или же другая ситуация. У вас было 100 тысяч, стало миллион. Казалось бы, вау, круто. Но вопрос – как, почему? Это очень важно. Вам нужно понимать ваших пользователей. Вам нужно понимать, как они используют ваш продукт. Вам нужно понимать, с какими трудностями они сталкиваются каждый день. И эти трудности нужно решать. Это знаете, как тоже, даже на самой-самой первой моей работе меня научили такому одному правилу, да, что разработчику запрещено говорить одну фразу. Разработчику запрещено говорить, а у меня на машине все работает. Ну, как бы, потому что если у тебя на машине все работает, ты молодец. Но как это влияет на пользователей? То есть пользователи стали от этого счастливы или нет? Возьмем самый простой пример, да. Возьмем, допустим, логер. Мы внедряем в наше приложение какой-то базовый логер, который позволяет нам, допустим, мерять, в какой последовательности пользователь переходит по страницам там или по формочкам нашего приложения, да. И пользователи начинают ругаться, говорят, вот у вас чертовски неудобный интерфейс там, не знаю, поиска. Да, у вас чертовски неудобный интерфейс поиска. Мы смотрим статистику там по этому пользователю или по всем пользователям в целом, и мы видим, что они, допустим, перед тем, как зайти на форму поиска, по какой-то причине проходят еще через десяток форм, там лезут в менюшку, какие-то там настройки оттуда еще куда-то, потому что, допустим, кнопка быстрого поиска, она у нас где-то в углу, и она у нас очень маленькая, на нее никто не нажимает. Вполне возможно, что они ее просто не видят. Это означает, что у нас отсутствует понимание того, как пользователи используют наше приложение. В данном случае это плохой дизайн. Да? Есть другой пример тоже, который можно привести. Он, конечно, чуть более сложный, но тем не менее. Я видел интересные комментарии к приложению Anyway AnyDay на мобильном устройстве. Пользователи жаловались на то, что даже если они подключились к Wi-Fi, все равно поиск авиабилетов происходит долго. Это, скажем так, уже проблема непонимания со стороны пользователей, потому что поиск происходит не с телефона, поиск происходит с сервера. И телефон подключен по Wi-Fi или по мобильному интернету. Это уже не так важно в данной ситуации. Но с этим тоже нужно бороться. Девопсы тоже должны это понимать и как-то взаимодействовать с пользователями. В двух словах про Azure. Большинство из вас, наверное, эти слайды уже видели, но мы описали, что у нас есть вот три основные задачи, с которыми должны бороться девопсы. Что у нас есть в Azure, что может помочь нам эти задачи решить? Во-первых, есть три стандартных артефакта в нашем облаке. Это инфраструктура как сервис, платформа как сервис и программное обеспечение как сервис. В чем основная их суть? У нас для того, чтобы разместить приложение, так или иначе, где-либо, не суть важно где, нужно решить ряд задач. Нам нужно построить сеть, обеспечить хранилище данных, завести какие-то сервера, настроить систему виртуализации, поставить гостевые операционные системы, поставить middleware, поставить какой-то рантайм, загрузить данные и написать приложение. То есть куча-куча-куча всего. У нас есть вот эти три артефакта. Инфраструктура как сервис, платформа как сервис и программное обеспечение как сервис, где мы можем часть задач переложить на провайдера. Зачем мы это делаем? Приведу один вот такой пример тоже из моей практики. Когда-то на базе физических серверов в одной компании, где я работал, мы пытались реализовать, казалось бы, очень такую простую вещь. Мы хотели сделать копию продакшн сервера для того, чтобы нам было удобнее все это тестировать. Но поскольку оба сервера были физические, нам нужно было прогарантировать, поскольку это копия, полностью одинаковая версия операционной системы, полностью одинаковую версию всех дополнительных установленных библиотек, полностью одинаковую версию каких-то фреймворков, настроек операционной системы, настроек этих фреймворков И так дальше, и так дальше. Когда мы используем какую-то виртуализацию, нам намного проще этим управлять. Нам намного проще создавать одни и те же ресурсы по одним и тем же правилам. Это вот как бы основной месседж, который я хотел показать на этом слайде. Да. И, кстати, грандиозное разоблачение века. Если вы раньше об этом не задумывались, то когда мы говорим про облако, многие облако боятся. На самом деле не стоит этого делать. Почему? Потому что облако — это тот же самый компьютер. Просто он расположен не у вас под столом, а он расположен где-то там далеко. Вы к нему подключаетесь по интернету. Но по сути это тот же самый компьютер. Итак, переходим к самой интересной части. Собственно, какие же есть DevOps практики? Что же вы можете начать внедрять в ваших проектах для того, чтобы как-то повысить эффективность своей работы и работы вашей команды? Первое. Continuous integration. Скажите, пожалуйста, кто использует у себя в проекте continuous integration? Поднимите, пожалуйста, руки. Раз, два. Раз, два? Все? Сдуреть. 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 Ладно. Ладно, окей. Я, если честно, рассчитывал на то, что руку поднимут почти все. Хорошо. Что такое continuous integration? В двух словах. У вас разные люди работают над одним и тем же проектом. Вы можете не догадываться, а можете и догадываться. Но бывают такие ситуации, когда эти люди начинают друг другу мешать. Допустим, мне нужно реализовать какую-то мою фичу. Для того, чтобы реализовать эту фичу, мне нужно, чтобы методы для работы с базой данных сортировали выборку всегда по айдишникам, а до этого они сортировали всегда по названию. Я залез в эти методы и везде изменил сортировку. И закомметил. Зашибись. Я свою задачу решил. Моя фича работает отлично. Как бы с моей стороны патроны ушли. Но при этом сломалось все, что работало до этого. То есть те изменения, которые я внес, их по-хорошему нельзя нормально интегрировать в какой-то общий код. Когда мы говорим про continuous integration, это означает, что мы должны непрерывно проверять, могут ли изменения, которые наши разработчики вносят в код, как-то сосуществовать вместе. Да? Здесь у нас есть ряд преимуществ, которые мы получаем от того, что начинаем использовать continuous integration в нашем проекте. Первое. У нас увеличивается, скажем так, скорость доставки приложения. За счет чего она увеличивается? За счет того, что люди перестают мешать друг другу в одном и том же проекте. Это когда-то мне рассказывали похожую вещь про наших садоводов, которые еще там вышли из СССР. И мне рассказывали примерно такое, что 30% времени они у себя на дачных участках делают то, что в принципе нужно делать. И остальные 70% времени они борются с тем, чего делать было не нужно. Дальше. Мы можем, что самое важное, настроив этот процесс, мы можем повторять его множество раз. И в принципе как бы в этом его суть, что постоянно, когда новые изменения у нас добавляются, мы постоянно проверяем. А вот теперь, после того, как что-то новое внесли, система работает или не работает, и мы можем как-то оптимизировать наши ресурсы. Под оптимизацией ресурсов здесь в том числе подразумевается уменьшение, скажем так, времени работы команды. Почему? Представьте, что у меня в команде 5 человек. Представьте, что один человек работает 8 часов, вносит изменения, и потом каждый из оставшихся 4 должен потратить час на то, чтобы нормально как-то избавиться от плохих последствий тех изменений. Если у нас такого не будет, то вот эти лишние 4 часа после каждого коммита, они просто пропадут. То есть у нас люди смогут тратить свое время на что-то более адекватное, а не на борьбу с какими-то ветряными мельницами. Также есть ряд метрик, по которым мы можем померять, насколько успешно или неуспешно у нас в проекте произошло внедрение практики Continuous Integration. Две самые простые метрики вот здесь это уменьшение среднего времени на исправление какой-то неисправности и уменьшение среднего времени на поиск этой неисправности. То есть грубо говоря, если мы после каждого коммита проверяем, консистентна ли наша система, и после какого-то коммита она стала неконсистентной, то это означает что? Это означает, что ошибка где-то вот именно в этом коммите. Ну то есть нам проще ее найти. Мы об этом узнаем сразу и нам проще с этим бороться. Если мы ее обнаружили бы где-то через полгода, то за полгода, конечно, уже написано и переписана куча всего, и поиск ошибки бы затянулся еще на полгода. А так мы можем и вправду померять в каких-то реальных цифрах, что вот это нам помогло тем или иным образом. То, что идет обычно рядом с Continuous Integration, это автоматическое тестирование. Кто у себя на проекте использует автоматизированные тесты? Раз, два, три, чуть больше, четыре, пять, шесть. О, отлично. Значит, что такое автоматизированные тесты? В принципе, все мы понимаем. Единственное, что есть, скажем так, очень много видов тестирования. Но есть там самое такое, наверное, базовое и широко известное. Это юнит-тестирование. У юнит-тестирования есть свои преимущества, есть свои недостатки. Кстати, у тестирования в целом есть один довольно большой недостаток. Что для того, чтобы заниматься качественным тестированием, то средняя квалификация человека, который занимается тестами, должна быть выше, чем человека, который занимается разработкой. Ну, то есть, такой как бы не совсем понятный, но тем не менее, факт. Когда мы говорим про автоматическое тестирование, да, у нас есть там, допустим, юнит-тестирование. Мы можем юнит-тестами обложить все наши проекты. Это хорошо? Как вы думаете? Ну, не всегда хорошо. Если это хорошо не всегда, то какие критерии успеха? То есть, вот у меня есть, допустим, два проекта. В одном покрытие тестами 50%, в другом покрытие тестами 100%. Как мне определить, там, хорошо это или плохо для каждого конкретного проекта? Количество багов на выходе. Окей. Но тогда мы сейчас уйдем в еще большие дебри, что считать багами. То есть, 50% покрытие, 100% покрытие, после прогонки тестов, что там, что там, все зеленое. Время потрачено на написание тестов. Время потрачено на написание тестов. Да. Вот это такой тоже важный момент, что покрыть юнит-тестами на 100% это, конечно, круто. Можно потом начальнику показать график, сказать, смотри, у нас все тут прямо вот такое, да, говорит, у нас, говорит, дыра в безопасности. Говорит, слава богу, у нас хоть что-то в безопасности, да. Вот. Здесь примерно то же самое. У нас покрытие тестами 100%. Вау, зашибись. Теперь мы можем сразу там деплоиться на продакшн. Нам не нужно, как бы, никаких промежуточных окружений. Нет. То есть, если вы на 100% покрыли проект тестами, это, конечно, хорошо. Но вы должны понимать, что, опять же, покрывать тестами имеет смысл только те участки кода, которые реально имеют смысл покрывать. Да. Кроме юнит-тестов, есть еще такая тоже важная вещь – интеграционные тесты. Допустим, ну вот приведем такой какой-то простой пример. Например, приложение, которое вы пишете, оно работает с сторонними сервисами. Начиная там от того, что оно где-то с какого-то сайта weather.com качает погоду и показывает пользователю на телефон, заканчивая тем, что оно ломится, например, на сайт нацбанка и вытягивает оттуда курсы валют. Путем того, что парсит там HTML-ку или же обращается к какому-то API. Теперь в какой-то прекрасный день ничто не предвещало беды. Например, нацбанк решил поменять верстку своего сайта или решил поменять дата контракта на API. Ваше приложение по юнит-тестам зеленое и зеленое на все 100%. То есть все то, что внутри вашего приложения работает отлично, идеально, претензий нет. Но интеграционные тесты уже не проходят. И основная идея в том, что чем раньше вы узнаете об этом, тем быстрее вы сможете выкатить какой-то новый патч. Опять же, у нас в принципе примерно тот же самый value, примерно те же самые критерии, которые мы можем померять. Просто здесь мы можем их померять более явно. Но что еще важно учитывать в тестах? Тесты так же, как и код, нужно поддерживать. Это тоже довольно большой кусок работы. Ни в коем случае не надейтесь, что вы напишете тесты один раз, и они будут существовать в проекте до конца времен. Нет. Самый простой пример, если вы пишете какой-то интернет-магазин, допустим, у вас есть алгоритм расчета скидки для конкретного пользователя на конкретный товар. Этот алгоритм в зависимости от бизнес-правил может меняться. Ну вот самый стандартный пример, да, это то, что там за последние несколько лет у нас курс национальной валюты резко пошел, значит, на спад по сравнению с другими мировыми валютами, и интернет-магазины начали там как-то урезать свои бонусные программы. По-хорошему, это все должно было бы быть отражено в юнит-тестах, если они у вас были. То есть я к тому, что юнит-тесты нужно также поддерживать и также держать в актуальном состоянии, как и весь остальной код проекта. Дальше. Continuous deployment. Об этой штуке знают все, но я боюсь задавать этот вопрос, хотя я возьму на себя такой риск. Поднимите руки, кто использует continuous deployment у себя в проекте. Раз, два, три. Вот я смотрю, вы самый подготовленный слушатель. По крайней мере, пока что у вас три из трех. Это отлично. Значит, что такое continuous deployment? Непрерывное развертывание. То есть каждый раз… Давайте так, начнем с простого. Во-первых, это развертывание должно быть автоматизировано. Многие компании, которые находятся на начальной стадии своего развития, до сих пор используют, например, там, то, что называется source control от компании Transcend, да, и, значит, исходный код передают друг другу на флешках. Вот. То же самое у них обычно происходит и с деплоем. Да. Когда нужно задеплоить проект, что мы делаем? Мы, там, у нас к нашему компьютеру подключена какая-то там расшаренная папка на сервере, мы туда заливаем какие-то файлы, потом там подключаемся к серверу, перезагружаем что-то там, ну, короче, и что-то происходит. Конечно же, это ужасно. Почему это ужасно? Потому что даже если вам кажется, что вы делаете какое-то развертывание, это развертывание, по сути, неуправляемо вообще. То есть вот вы начали копировать на сервер, допустим, там, не знаю, 100-500 файлов, да, а что случится, если вы половину скопировали, а половину нет? Допустим, у вас отвалился интернет или там, не знаю, там, что-то еще, да, свет погас, да, там, сервер стоит на упсах, а ваш компьютер не стоит на упсах. Ну, в общем, это ужасно. То есть первоначально этот процесс должен быть как-то автоматизирован. После этого можно уже говорить о том, что этот процесс происходит непрерывно. В идеальном варианте, когда мы говорим про непрерывное развертывание, это развертывание вообще должно проходить после каждого чекина в репозиторий. Конечно, на моей практике такое еще не встречалось, но, тем не менее, в какой-то момент мы к этому шли. В одном из проектов у нас получилось добиться скорости, что мы разворачивали новую версию два раза в неделю. И, в принципе, что нам дает в том числе непрерывное развертывание? Также оптимизацию ресурсов и также ускоряет доставку, в том числе ускоряет доставку патчей и фиксов. Это знаете, как говорится тоже, да? Что говорит, настоящие ковбои, если уже дебажить, то сразу на продакшене. Это как раз не тот вариант, когда мы работаем как настоящие ковбои и дебажим сразу на продакшене. Да, у нас может быть такое, что какой-то баг на продакшен просочился, но если мы говорим, что у нас деплой происходит два раза в неделю, то это означает, что фикс для этого бага выйдет максимально быстро, и максимально быстро он доедет до продакшена. И, опять же, как можно померять успех внедрения этой практики? Первое. Это, собственно, по тому, насколько часто вы начали деплоить ваш продукт. Если раньше вы его деплоили, например, раз в месяц, а сейчас деплоите раз в неделю, и при этом все остальные показатели, там, качества и удовольствия пользователя от вашего продукта остались прежними, то это успех. Дальше. То, что я уже говорил, так или иначе, уменьшается среднее время на исправление каких-то и повышается доступность. Release management. Это уже, можно сказать, как такой следующий виток после continuous deploy. Вы используете release management? Ну, ничего, вы будете его использовать. Вы просто еще об этом не знаете. Кто, может, еще использует release management? Кто знает, что такое release management? Кто знает, как выглядит релиз вашего проекта? Это же такое сказочное. Ну, наступает волшебный день релиза, да? Да, да, да. И человек, который отвечает за релизы, он, ну, как минимум, как минимум идет в source control, качает исходники, пакует в zip-архив и сохраняет в специальном месте там релиз там от такого-то числа. Ну, то есть хотя бы такое что-то есть, да? Ну, это из разряда source control от компании Transcend. Вот как бы релиз менеджмента от 7-zip. В принципе, плюс-минус то же самое. Когда мы говорим про релизы, то здесь мы именно вот фиксируем так или иначе какую-то версию приложения. Мы называем ее релизом. Этот релиз, после того, как мы его вот как-то очертили, он начинает свое путешествие по нашим окружениям. Даже в самом-самом ужасном проекте есть как минимум два окружения. Это developer и production. Единственное, что с development сразу на production заливать, ну, как бы это себе дороже. Поэтому мы можем сделать следующее. Мы можем сделать несколько дополнительных промежуточных окружений, по которым будет путешествовать наш релиз. Допустим, мы создали релиз в понедельник. И этот релиз мы выложили на окружение для наших QA. И разработчики дальше продолжили писать уже новые фичи. В понедельник QA начали тестировать этот релиз. Допустим, у нас там все совсем плохо и очень большую часть тестирования нам нужно проводить руками. Это еще не означает, что мы не должны использовать релиз-менеджмент в таком случае. Допустим, вот как было у меня на одном проекте. У нас тестирование вообще никак не было поставлено. У нас была ужасная команда, где на одного разработчика нужно было держать минимум трех QA. Для того, чтобы они все тестировали. У нас ветка production от ветки dev даже в наши лучшие дни отставала на два месяца. Это я просто вот, скажем так, рассказываю, насколько все плохо может быть. И для того, чтобы хоть как-то вот в этом безумии выжить, начали использовать релиз-менеджмент. Как только готовится новая версия к релизу, как я уже говорил, мы этот релиз сначала разворачиваем на тестовом окружении. Тестировщики начинают руками там клацать кнопочки в надежде убедиться, что все, что разработчики накреативили, работает так, как было заявлено. После того, как QA его проверили на тестовом окружении, окружение, вообще релиз уходит на, допустим, pre-production. Он уходит на pre-production, где у нас, допустим, есть свежая копия данных уже с production. И мы можем еще раз повторить процесс тестирования, но уже не просто вот какого-то новой версии приложения, а новой версии приложения в контексте тех данных, которые на production. Почему это тоже может быть важно? Потому что вполне возможно там какой-то из клиентов как-то очень хитро пользовался нашим продуктом и внес в систему такие данные, которые мы даже не могли себе представить. И вроде бы в коде у нас все хорошо, но тем не менее баги почему-то все равно вылазят. И эти баги не должны вылезти на production. Они должны вылезти где-то до этого. И если на pre-production все тоже было хорошо, то релиз поступает уже на production. Соответственно, у вас между тем, что в текущий момент пилят разработчики и что в текущий момент происходит на production, есть какая-то вот большая разница. Кроме того, релиз менеджмент, мы об этом поговорим чуть потом, но все равно дает вам возможность также в случае какого-то, допустим, там неудачного релиза легко и просто откатиться на предыдущий, там более удачный. Понимаете примерно, о чем это все и как это должно работать? И в принципе, опять же, примерно те же самые метрики, как мы можем все проверить. Теперь, наверное, одной из главных здесь является именно увеличение показателя доступности. Здесь имеется в виду то, что мы даем пользователю продукт, который работает, скажем так, Я не могу попытаться вот при перевести нужную формулировку. Мы даем пользователю продукт, который работает более стабильно за счет того, что у нас есть там возможность, скажем так, потратить время на тестирование этого продукта. Infrastructure as a code. Кто слышал вообще такую формулировку? Раз. Не стесняйтесь. Кто еще слышал? Два. Три. Отлично. Четыре. Давайте еще. До пяти дойдем? Значит, infrastructure as a code. Я вам приведу самый простой пример. Значит, так или иначе, я думаю, что все вы разрабатываете какие-то проекты, где так или иначе используется база данных. Есть такое понятие, как версионность базы данных. Почему? Потому что вам может быть необходимо добавить какие-то новые колонки или же какие-то колонки убрать, добавить новые таблицы и так дальше. Соответственно, у вас была версия приложения номер один, в версии приложения номер два база будет уже другая. В версии приложения номер три база будет еще третья. И вы можете как-то управлять, например, версионностью вашей базы данных. Или же при помощи отдельных SQL скриптов, которые у вас складываются в отдельные папочки, например, апгрейд с версии один до версии два. Нужно запустить такие скрипты, с версии два до три такие скрипты и так дальше. И таким образом вы можете всегда получить нужную вам версию базы данных для нужной версии приложения. То же самое вы можете делать с инфраструктурой. Почему нет? Допустим, в первой версии приложения для того, чтобы оно работало, вам нужно было там два сервера с такой-то конфигурацией. Во второй версии приложения вам уже нужно три сервера. Окей, пускай вам нужна какая-то инфраструктура для работы вашего приложения. Почему бы создание этой инфраструктуры тоже не автоматизировать и не положить в репозиторий рядом с теми же SQL скриптами, рядом как бы со всем необходимым, что вам нужно для создания приложения. Классная идея? Отлично. Что мы можем таким образом делать? Здесь очень важный показатель – это именно оптимизация ресурсов. Если у вас есть скрипты, которые создают вам окружение, то разработчику нужно что-то потестировать, допустим. Или разработчику нужно откатиться там на 2-3 версии назад и какой-то срочный баг, который мы нашли, пофиксить. Он не должен идти там к админам или еще куда-то и просить, ой, ребята, вот мне нужно там окружение под версию такую-то, сделайте мне, пожалуйста, три сервера, там, значит, базу данных мне поставьте, там контроллер домена мне на сетапте, пользователя насоздавайте, и я буду работать. У него все это уже автоматизировано. Он хочет взять и продолжить работу вот конкретно с этого места. Он взял и продолжил работу с конкретного места. Запустил скрипт, пошел, сделал кофе, пришел, все, готово к работе. Здесь то, чем можно померять, это deployment rate. Это в отличие от deployment frequency, когда мы говорим про частоту или же, там, другими словами, скорость. Deployment rate – это именно абсолютное количество деплоев, которые мы сделали. Мы также чуть позже об этом поговорим, но почему это еще удобно? Мы сделали, допустим, деплой для ребят, которые занимаются тестированием. Они потестировали, 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 приняли какое-то решение, там, приложение работает, приложение не работает, и удалили окружение. А зачем нам его держать? Вот реально. Тестировщики его потестировали, они вынесли свой вердикт, или там, приложение хорошее, или там, очень хорошее, да, Все. Мы можем освободить ресурсы, больше их не использовать. Если вдруг нам понадобится опять тестовое окружение, ну окей, мы создадим его снова. То есть нету никаких трудностей именно в получении необходимой инфраструктуры для работы вашего приложения. Такое все-таки можно немножко уточнить. Такое шок, это автоматические генерации настройки виртуальных машин? Да, да. И не только виртуальных машин. То есть опять же, вашему приложению может быть необходимо, не знаю, допустим, CDN какой-то, допустим, какой-то сторонний сервис. Допустим, у вас там, ваша компания разрабатывает два приложения. В одном случае это веб-сайт, в другом случае это какая-то медиаплатформа для того, чтобы стримить видео. И у вас, соответственно, под каждое приложение разные шаблоны инфраструктуры. В одном случае вам нужен, допустим, там, не знаю, этот веб-сервер и база данных. В другом случае вам нужен веб-сервер, какой-то медиа-энкодер, какая-то сеть доставки контента. И вы можете самостоятельно всем этим управлять, просто создавая нужные вам шаблоны. Это реально очень крутая тема. Это реально очень круто и очень удобно. Дальше. Performance Monitoring. Это тоже вещь, о которой все мы знаем, но, знаете, я раньше задавал такой вопрос, что все мы знаем о юнит-тестах, все мы юнит-тесты пишем в наших проектах. Тогда скажите, кто запускает юнит-тесты на своей машине. Да? Раз. Ну, там, два, но не всегда. Да, даже я не всегда это делаю. Вот. Примерно то же самое с Performance Monitoring. Все мы знаем о том, что мы можем писать код один и тот же по-разному. В каком-то случае он будет занимать больше ресурсов, в каком-то случае он будет занимать меньше ресурсов. Да? Если мы пишем какое-то настойное приложение, то там, в принципе, это не так критично. Потому что там всегда работает один пользователь за своим компьютером. Если у него там мало оперативной памяти, мы или отправляем его в магазин, вот, или же там как-то говорим, ну, сори, чувак, так, жизнь это боль. Если же мы пишем какую-то высоконагруженную систему, да, ну, вот, давайте представим там, не знаю, тот же Facebook. Вот нам не дает покоя слава Facebook, мы решили переписать Facebook, мы подразумеваем, что у нас будет много пользователей. Конечно, здесь прекрасно работает еврейская мудрость, что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. В принципе, так оно и есть. Да, даже если мы написали неоптимальный код, ну, ок, нам потребуется купить в два раза больше серверов для того, чтобы он работал. Но здесь есть еще другой важный момент, когда мы говорим про тест производительности. У нас есть сервер. Допустим, в нем, там, не знаю, 4 ядра, 8 гигабайт оперативной памяти. Мы развернули туда наше приложение, оно завелось, и теперь начали заходить пользователи. Мы знаем, что если пользователей зайдет слишком много, нам придется, допустим, купить там новый сервер. Вопрос в том, когда мы поймем, что пользователей зашло слишком много. Или же мы это поймем, когда увидим загрузку, там, допустим, 100% CPU, и пользователи просто не смогут зайти на сайт, и будут писать там комментарии в том же Facebook, что вот, новая социальная сеть, полная ерунда, нифига не работает. Или же мы проведем у себя нагрузочное тестирование и увидим, допустим, что первая тысяча пользователей заходит хорошо. Если уже мы приближаемся к количеству там полторы, допустим, тысячи пользователей, то нам уже надо подумать о выделении новых ресурсов. То есть перед тем, как разворачивать наш код, мы должны понимать, что вот этот объем ресурсов, сколько пользователей мы сможем впихнуть. Что здесь есть? Первое. У нас улучшается качество продукта, который мы разворачиваем. Что значит улучшается качество? Смотрите, когда пользователь заходит на сайт, и страничка сайта ему открывается 10 секунд, вы не сможете ему сказать, что, ну ты ж пойми, высоконагруженная система, там, может, теперь запросы становятся в очередь, переключение между потоками, ему все это до фонаря. У него сайт работает плохо. Почему? Потому что страница грузится 10 секунд. Если бы страница грузилась, там, 2 секунды, ну, сайт бы работал хорошо. Поэтому, зная, скажем так, до того, как нагрузка начнет возрастать, зная, как с этой нагрузкой справляться, мы сможем улучшить вот это качество. Дальше. Определение бутылочного горлышка. Здесь тоже вот такой важный вопрос. Представьте, что у вас есть сайт, и вы знаете, что ваш сайт тормозит. И вам дают задачу. Вот тебе чемодан денег, сделай так, чтобы сайт не тормозил. Вам нужно понять, а на что потратить этот чемодан. Может быть, у вас плохая сетевая карта, и просто вы не выдерживаете этого трафика. Может быть, у вас слабые процессоры. Может быть, у вас плохой сервер под базу данных. Может, у вас там через задние креативы написаны SQL-запросы, и они слишком сильно перегружают сервер. Вариантов может быть масса. Когда вы принимаете решение о том, что нужно как-то улучшить производительность, вам нужно понять, куда лучше инвестировать деньги, что даст вам больший прирост. Вы можете, например, сказать, если мы минимизируем CSS и JavaScript файлы, это увеличит производительность, потому что будет меньшая нагрузка на сетевую карту. Да, вы будете правы. В среднем, сферический сайт в вакууме, производительность его возрастет. Но если при этом у вас, опять же, хреново написана база данных, то пользователь этого глазами не увидит. То, что у него JavaScript начнет подгружаться там не 200 миллисекунд, а 20 миллисекунд, окей, но сама HTML-страница у него как подгружалась 10 секунд, так 10 секунд и останет грузиться, потому что много происходит на стороне базы данных. Поэтому определение бутылочных горлышек – это очень важный момент именно в поиске и устранении похожих ошибок. И опять же, чем можно померять доступность? Здесь под доступностью в том числе подразумевается тот важный критерий, который я уже говорил, что когда много пользователей заходят на ваш сайт, у вас сайт начинает проседать по производительности, но по сути это даже и хорошо. Это хорошо, почему? Потому что каждый пользователь, который к вам заходит на сайт, потенциально это ваш клиент, потенциально это ваши деньги, но если этот сайт для них будет недоступен, не по той причине, что там база данных сломалась или еще что-то, а просто потому, что вы неверно рассчитали нагрузку и не можете нормально ею управлять. Это, конечно же, очень печально отразится на проекте в целом. Мониторинг доступности. Кто-то занимается этим в проектах? Раз, два, три, ну я, четыре, окей, еще кто-то, о, пять, отлично, ура. Это, наверное, первый раз, когда… Нет, у нас там когда-то было в другой раз, мы шесть человек. Значит, мониторинг доступности. Что это означает? Довольно простой пример. У меня часто такое было, когда я начинал только-только свою карьеру разработчика. Я делал какие-то сайты, я эти сайты разворачивал, я заходил со своего компьютера, проверял, о, супер, зашибись, сайт работает. Клиент мой заходит с другой сети и говорит, я не вижу сайта. А я захожу со своей сети, сайт работает. Мне казалось бы, кто прав, кто виноват. Мониторинг доступности – это мониторинг именно, скажем так, доступности вашего сайта из разных локаций. Вполне может быть такое, что где-то в какой-то момент, не знаю, там падает точка обмена трафиком. Допустим, ваш сайт расположен в Германии. Допустим, ваши клиенты находятся где-то здесь, в Киеве. У нас есть уже, благо, там прямое оптоволокно до Франкфурта, но вот случилась беда, да, там, не знаю, во Франкфурте, цунами, там, наводнение, там, еще что-то. Точка обмена трафиком упала. Да. Что может произойти? Может произойти такое, что пользователи, например, из Штатов, потому что они идут там через какую-то другую точку обмена трафиком, они могут попасть на этот сайт, а пользователи из Киева не могут. Ну, бывает такое, что вот отваливается сегмент сети, и все, ничего с этим не сделаешь. Вам нужно об этом знать, опять же, как можно раньше. Потому что, поверьте мне, я не знаю, вот, может, кто с этим сталкивался, у меня пару раз такое было, что меня поднимали там в 3 часа ночи с вопросом, а почему сайт сейчас не работает. Я не хочу просыпаться в 3 часа ночи, да, и слушать по телефону, что вот сайт уже не работает второй час. Я хочу узнавать о проблемах, во-первых, максимально быстро, и, во-вторых, ни в коем случае не от своего заказчика. Это реально очень важно. Поэтому, собственно, то, о чем я говорил, мы можем быстро определить, что у нас что-то пошло не так. Вполне возможно, что мы это можем определить и починить до того, как это заметит заказчик. Это же будет вообще классно, да. То есть заказчик думает, что у него все хорошо, у нас тоже все хорошо, периодически бывают трудности, но мы успеваем с этим быстро справиться. И заказчик счастлив, он нам платит, и мы счастливы, потому что нам платят. И как бы вообще мир во всем мире. Ну и померить можно это, опять же, стандартными критериями. Дальше. Automated recovery. Тоже очень важный такой момент, когда мы говорим, например, про то же облако, да, есть такая ключевая фраза. Когда мы разворачиваем наше приложение в облаке, облако дает нам, допустим, какие-то гарантии по доступности. В случае, если на дата-центр упадет метеорит, ваша виртуальная машина будет пересоздана в другом дата-центре. То есть провайдер сможет перенести вашу машину, правда, это повлечет за собой как минимум перезагрузку этой машины, в другой дата-центр. И теперь попадайтесь ответить на вопрос. Если виртуальная машина будет перезагружена внезапно, ваше приложение сможет самостоятельно продолжить работу с того момента, где оно работало раньше. Я понимаю, что это зависит очень сильно от приложения, но, по крайней мере, это вопрос, который мало кто себе задает. Вот один из таких примеров, который у меня был. Когда-то я работал в компании, где тоже она была на начальном стадии своего IT-развития. Как говорил Игорь Шаститко, да, там бегали мальчики, носили по офису мониторы, занимались мониторингом. У них был свой почтовый сервер, но, значит, это был там отдельный компьютер, значит, пыльный, который стоял в чулане, его все боялись. Вот именно сам софт этого почтового сервера, он, я уже не помню точно даже по каким причинам, он не мог запускаться автоматически. То есть нужно было зайти от имени администратора, запустить приложение, логов нажимать было нельзя, потому что почтовый сервер выключится, потому что когда мы делаем логов, закрываются все процессы этого пользователя. То есть нужно было держать активную учетку администратора и под ней держать вот этот работающий почтовый сервер. Конечно же, любой скачок в электросети приводил к перезагрузке сервера и к тому, что переставала ходить почта. Да, а поскольку этот сервер размещался у них там где-то в офисе, то вы знаете, что Киев, в принципе, город такой, что свет может скакать и по нескольку раз на день. Да, если там нету EPS-ников, то это вообще все будет грустно. Поэтому вы должны подумать, сможет ли приложение стартануть после сбоя. Или же, скажем так, даже после какого сбоя оно сможет само стартануть, а после какого не сможет. И вы должны постараться все эти проблемы устранить, опять же, как можно раньше. Здесь у нас значения вырисовываются очень четко, что мы получаем. Это минимальный или же вообще отсутствие какого-то влияния на наш бизнес. То есть почтовый сервер, допустим, упал ночью. Допустим, у меня есть клиенты из Штатов, которые в это время как раз проснулись и шлют мне письма. Антон, пожалуйста, продай нам слона. А у меня почтовый сервер упал. И я эти письма не могу получить. Да, я утром прихожу на работу, да, я включаю свой почтовый сервер. Но все, возможность уже упущена. То есть на бизнес это уже повлияло. И это, конечно же, плохо. Ну и опять же, те же самые критерии для того, чтобы померять и представить, допустим, руководству, что вот мы внедрили такую-то практику, вот у нас было так, а стало вот так. Автоматическое удаление окружения. Частично мы уже об этом говорили. Приведу тоже вот такой хороший пример. Я работал в проекте. У нас было несколько окружений. У нас был там своего рода релиз менеджмент. У нас сначала все происходило локально, потом загружалось на стейджинг, со стейджинга загружалось на продакшн. Стейджинг использовался только как промежуточное какое-то звено для того, чтобы протестировать, что все изменения работают корректно. Но стейджинг использовался только нашей командой. Наша команда сидела в принципе плюс-минус там в одной временной зоне. И вряд ли там люди приходят на работу, допустим, там раньше восьми утра. И вряд ли они сидят на этой работе после десяти вечер. То же самое крайне редко они выходят работать на выходных. Стейджинг окружения, которое было в облаке, которое использовалось этой командой, мы его просто выключали на ночь и на выходные. Кто силен в арифметике, может попытаться посчитать, сколько потенциально мы смогли сэкономить на этом денег. 70%. Стоимость именно стейджинг окружения не всего проекта в целом, а именно стейджинг окружения упала на 70%. Вы представляете, как это круто? Когда вы приходите к начальнику и говорите, я один час поработал, и вот на эту часть системы бюджет упал на 70%. Он когда видит эту цифру, он просто как бы расцветает. У него и трава становится зеленее, он берет этот документ, бежит к своему руководству, короче. Ну и все-все счастливы-счастливы. А работы на самом деле не так уж и много. Потому что включить и выключить виртуальную машину – это одна строчка кода, это одна команда там в командной строке или еще как-то. Просто нужно уметь это делать. Да, и, собственно, вот то, что я говорил, очень важная метрика, по которой можно это померить, это, собственно, счет, который нам придет от провайдера Услух в конце месяца. Кто-то, кстати, использует это? Счет. Никто не использует. Или никто не использует до в окружении, или как бы все не парятся. Ну, типа, виза платинум и понеслась. Отлично. Дальше. Fold injection. Ходили слухи в интернете. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но как раз слухи на эту тему. Что почему там большие компании по типу там Microsoft, там Google, другие, почему у них сервисы, которые работают, там, надежнее, чем у компаний поменьше? Потому что у них есть там какое-то тестовое окружение, на котором специальный робот, допустим, там, раз в пять минут убивает какой-то случайный процесс, и мы потом смотрим, что произошло с системой, смогла она восстановиться или нет. И таким образом по истечению какого-то времени мы доходим до того, что даже если в какой-то момент времени любой процесс умрет, система все равно сможет потом восстановить свою работу. Вы можете точно так же использовать облако для того, чтобы тренироваться. А что будет с вашим продуктом, если? Например, у вас интернет-магазин. Например, отвалилась база данных. Как вы думаете, что произойдет с интернет-магазином, если отвалилась база данных? Ну, вариант первый, да, как бы капут, да? Но не обязательно. Допустим, у вашего магазина был какой-то промежуточный кэширующий слой. Допустим, вы успели закэшировать там часть вашего каталога. Это означает, вы можете построить приложение так, что в случае, если у вас отваливается база данных, вы просто показываете пользователю на сайте какое-то сообщение, что, извините, у нас там технические трудности, мы там проводим какие-то работы, и временно, допустим, у вас перестал работать личный кабинет, и если вы хотите сделать заказ, то позвоните по телефону, чтобы менеджер там записал хотя бы себе в четрадочку. Но сама вот именно витрина, то есть сам каталог, сами фильтры этих товаров, все осталось работать в режиме read-only. Вы просто не можете ничего записать в эту систему. Круто? Круто. Вы можете это протестировать, и вы можете, опять же, заранее подготовиться к этому. То есть вы создали окружение, вы как-то мониторите его нагрузку, и вы берете, нажимаете кнопочку, допустим, там база данных, убить, да, и смотрите, что произойдет, и как ваше приложение на это отреагирует. Кстати, да, тоже, вот учитывая вот этот fold injection, даже если вы не можете написать, допустим, там какой-то скрипт и как-то автоматизировать восстановление системы, даже если вы сможете хотя бы определить, в чем ошибка, допустим, система перестала работать, и вы отправляете там, не знаю, разработчикам и тем, кто занимается поддержкой, письмо. Но в этом письме, если бы раньше просто была фраза по типу «Ребята, у нас все плохо», то сейчас вы сможете уже добавить конкретики. «Ребята, у нас все плохо, скорее всего, отвалилась база данных». Потому что, конечно, когда проект простой, там обычно, да, есть база данных, есть там какой-то веб-сервер. Но по сути в проекте может быть этих разных сервисов, там, сто пятьсот, и когда приходит сообщение о том, что у нас все плохо, и нужно тестировать сто пятьсот сервисов еще раз, для того, чтобы понять, с каким именно проблема, это занимает лишнее время, и этого можно избежать. Итак, немножко про то, что же дает облако для того, чтобы мы могли вот все эти практики у себя реализовать. Буквально один слайд, и все. Первое. Есть такая штука, как Azure Management SDK. Это SDK, которое вы можете скачать и использовать у себя в проекте. Допустим, если вы .NET-разработчик, вы можете прямо там на C-Sharp или, упаси, господи, на Visual Basic писать код, который будет управлять вашим облаком. Дальше. Есть Azure X-Plat CLI, то есть кроссплатформенные утилиты командной строки. Я, например, хоть и большую часть своего времени занимаюсь .NET-разработкой, но я вот недавно начал вспоминать там PHP, а вообще мне очень нравится Node.js. И когда мы говорим про PHP или про Node.js, мне уже не обязательно иметь под рукой Windows операционную систему для того, чтобы работать с этими платформами. Ну, конечно, сейчас есть .NET Core, где я могу использовать уже .NET и на Linux, и на Mac, но пока что мы это опустим. То есть я могу на Linux и на Mac писать скрипты командной строки, и на WinGee, кстати, тоже, которые будут управлять моим облаком. В чем плюс этих скриптов? Что они пишутся абсолютно одинаково, и если, допустим, эти скрипты писал человек под MacOS, а запускать их будет человек потом под Windows, они все равно будут работать. То есть в самих скриптах ничего не поменяется. Если вы установили себе вот этот исполняемый модуль под вашу платформу, вы в шоколаде. Если вы любите PowerShell, то также есть PowerShell-овские CMD-леты для управления облаком. И есть очень классная штука, реально очень классная штука. Это Azure Resource Manager. Это как раз то, о чем я говорил, когда рассказывал про инфраструктуру как код. Azure Resource Manager позволяет мне определить в JSON шаблон моего окружения. То есть это даже не последовательность кода. Это вот именно как большой JSON файл. То есть как большой конфигурационный файл, в котором описано абсолютно все. Там сколько виртуальных машин, в какой конфигурации, как настроить балансировщик, где и как хранить данные. Ну, вообще там правила файрвола. Все, что вы могли себе представить. И еще чуть-чуть. Другого все есть в Azure Resource Manager. Вот Azure Resource Manager, скажем так, это сейчас, по крайней мере, там, по сравнению с другими публичными облаками. Вот у Microsoft там очень-очень такой сервис, который поднимает Microsoft над конкурентами, когда речь заходит именно о таком направлении, как инфраструктура, как код. И, возможно, я уже немного утомил вас своим монологом, поэтому давайте чуть-чуть перейдем к диалогу. И если же у вас есть желание о чем-то меня спросить, я готов отвечать на любые вопросы, кроме политики. Как ты считаешь, есть какое-то понятие, там, размера проекта, при котором применимо DevOps? Ну, там, к примеру, там, три человека, один тестер — это не применим, чтобы был DevOps. Или это, в принципе, один человек уже DevOps надо применять? Значит, смотри, хороший вопрос. Я его повторю. Какой вот там минимальный, рекомендуемый, либо же адекватный размер проекта, в котором имеет смысл применять DevOps практики? Ответ довольно простой. Если в проекте есть хотя бы один человек, уже можно применять DevOps практики. Вот, собственно, и все. Почему? Потому что возьмем, к примеру, тот же Continuous Deploy. Если я разворачиваю приложение, допустим, из Visual Studio, то как это выглядит? Я качаю исходники, я что-то исправил, я должен запустить первое окошко, в которое ввести параметры, нажать кнопку Publish, дождаться появления второго окошка, туда что-то ввести. Короче, фигня. Я все это должен сделать руками. Если же у меня есть Continuous Deploy, я нажимаю одну кнопку и все. Я могу там идти спать, заниматься какими-то делами и, скажем так, делать все, что мне хочется. Основная идея DevOps, основная идея всех этих практик — это уменьшение количества дурной ручной работы. А уменьшение количества дурной и ручной работы — это применимо в проектах и в командах, опять же, любого размера. Нет, ну это хорошо. А когда я делаю что-то самое, я там протестировал, запустил тест, значит, прошибись, и правил в репут, и нажал Publish, и заложил в Production. Да. Я как бы контролирую сразу. Когда я запускаю, представляешь, когда я запускаю в репозиторию, там уже все настроено, и по цепочке там пошло тестирование, пробежалось еще раз и выложилось на Production. Вот обратная связь, как придет, если говорить об тех сервисах и делах, что дает Microsoft? Смотри, относительно обратной связи, которую ты получишь, если будешь там использовать эти практики. Опять же, это во многом зависит от инструментов, от проекта и от того, что ты используешь. Самый простой пример. Если ты запускаешь, допустим, тесты локально, когда что-то изменил, то ты их запустил локально, ты должен дождаться их выполнения, ты должен глазами посмотреть, успешны они или нет, и принять самостоятельное решение, продолжать ли процесс развертывания дальше. То есть я запустил тесты. Окей, допустим, они длились там 20 минут. Вот они 20 минут прошли, я вижу, все зеленое или все красное, или пополам, или еще как-то. То есть у меня много ручной работы. Я, если, допустим, на 20 минут запустил, кстати, вот еще один такой момент, все эти 20 минут у меня компьютер чем-то занят. Я не могу этот компьютер выключить. Я не могу с ним сделать ничего. Относительно обратной... Это как бы ответ на вопрос, почему это следует использовать где-то в облаке. Потому что там я одну кнопку нажал, процесс запустил, процесс четко стандартизировал. Допустим, шаг первый. Забрали исходный код. Шаг второй. Отресторили зависимость. Третий. Сбилдили. Кстати, вот тоже такой вопрос у меня был, когда я много-много работал, особенно со студентами. Я обратил внимание на то, что студенты даже не всегда проверяют перед отправкой в репозиторий, а вообще проект билдится или нет. Ну, это, конечно, вообще уже совсем грустная ситуация, но тем не менее. Проект хотя бы билдится или нет. И так дальше, и так дальше. Если ты это будешь делать локально, ты сможешь все это сделать. Никто ж не ставит это под вопрос. Просто там это будет более эффективно. И потом ты сможешь посмотреть, допустим, твою историю. Вот ты запустил билд от такого-то числа, билд был успешный, на выходе мы получили вот такую-то версию приложения, эта версия приложения была успешна или не успешна, развернута там на каком-то окружении. Ты получишь полную обратную связь над процессом, который ты там запускаешь. Насколько глубоко ты хочешь ее получить, это зависит, опять же, от времени, которое ты потратишь на настройку этих инструментов. Да, пожалуйста. Вопрос такой, если, я не знаю, какие есть деплой или также релиз менеджмент, обычно под инварименты, да, то есть у нас, скорее всего, разные репозитории. Если это создаются, потому как под вход у нас, да, там мы не можем заливать на продакшн-код, который там в репозитории демо, или дальше. То есть тут у нас как бы идет именно репозитория отдельно, обычно под каждый там инваримент. Ну, продакшн у нас, конечно, редко не совпадает. То есть есть ли какие-то автоматизированные вещи, которые можно именно между репозиториями, не в бранче, да, которые там под фич, а именно под репозиторией, есть ли какие-то инструменты, которые мы используем, код компайр, все остальные. Я понял. Смотри, хороший на самом деле вопрос. Если у меня используются разные репозитории для разных инвариментов, то перед тем, как отвечать на твой вопрос, я бы хотел понять зачем. Ну, то есть, это вопрос номер один. Я понял. Ну, смотри, в принципе, то, что у тебя разный код, это окей. То, что у тебя разный код для разных окружений, это нормально. Это даже то, что должно быть на самом деле. Я просто не вижу какой-то вот особой проблемы в том, чтобы держать этот код в одном репозитории, просто в разных бранчах. Почему? Потому что, в принципе, ты можешь настроить права доступа, ну, в зависимости от системы Source Control, но так или иначе на всех популярных системах Source Control ты можешь настроить права доступа даже на конкретную ветку. То есть, ты можешь, например, сказать, пользователи из вот этой группы, им запрещено коммитить в ветку Production. Они там могут креативить в Dev, да, вот пускай креативят в Dev. А есть какой-то отдельный ответственный чувак, который уже занимается мерджем. Если же у тебя есть там несколько репозиторий, ты можешь пытаться это делать за счет… Вот конкретно я люблю, например, Git, да, ты можешь в ГИТе меняться пол-реквестами. Это тоже очень классная тема. Это то, что тебе дает уже Source Control из коробки. Тебе даже не надо вокруг него что-то строить. Ну, то есть, DevOps практики – это на самом деле очень маленькая часть большой истории, которая называется Application Lifecycle Management, то есть управление жизненным циклом проекта, которое включает в себя, конечно, огромную-огромную кучу разных компонентов. Просто DevOps – это то, что более понятно и то, что имеет смысл использовать больше всего именно для разработчиков. Ну, просто к чему, обычно, есть такие вещи, какие-то, по-моему, я слышал, да, что с кудр-автоматом можно создавать такие репозитории, то есть все-таки где-то используются, то есть отдельные ветки, и я просто не могу… Ну, вот… То есть есть, по крайней мере, да, там целые… Автоматизировать такие можно вещи создания веток, не веток создания репозиторий, в целом, ну, под эти вещи. Да, ну… Ну, смотри, вот опять же возьмем GitHub. Да, GitHub, он, наверное, первый из вендоров, кто начал активно продвигать идею пул-реквестов. Если ты хочешь, допустим, поучаствовать в каком-то проекте на GitHub, тебе никто не даст доступ к репозиторию. Тебе говорят, сделай форк. Что такое форк? Ты, по сути, копируешь этот репозиторий. Тебе говорят, займись у себя сам креативом. Да, ты креативил и креативил. Тебе говорят, если ты что-то сделал хорошее, пришли нам пул-реквест. То есть пул-реквест — это, по сути, вот все коммиты твои, которые отличаются от копий, скажем так, от базы, да, они все пакуются в один большой толстый коммит и отправляются туда, но с возможностью, опять же, пул-реквест принять или отклонить. Это тоже очень важно. Почему? Потому что, когда ты начинаешь креативить, ну, или там я начинаю креативить, или кто-то еще начинает креативить, обычно это процесс креативный. У меня, например, если в день в ГИТе там меньше 20 коммитов, это означает, что я плохо поработал. Потому что я люблю вот там каждая отдельная строчка, допустим, вот это для этой задачи, это для этой задачи и так дальше. Потом я хочу все это как-то спаковать в один кусок и отправить человеку на ревью, чтобы он не вычитывал 20 моих коммитов, которые могут друг друга потом перезаписать. То есть я сначала класс добавил, закоммитил, что-то пописал, потом понял, нет, я дурак, класс удалил. Значит, потом, нет, нужно было все-таки добавить, вернул его обратно. Ну, короче, и говорится полная ерунда. То есть обычно это решается вот таким образом. И явные какие-то улитки для этого не нужны. Если ты используешь ГИТ, тебе достаточно самого ГИТа. Ну, вот и все. А все-таки еще попробую уточнить за счет количества исполнителей. Ну, в принципе, облачные сервисы они же не бесплатные. То есть если я один делал какой-то в немкий сайт, то у меня нет возможности это дело оплачивать. То есть как показывает практика, сколько примерно количества исполнителей это становится выгонимым целью собрания. Хороший вопрос. Я, правда, не совсем его понял. Я услышал один из моих любимых вопросов, что облако это дорого. На него у меня уже есть ответ коротенько минут на 40. Но если можно, как раз чуть более подробно, что вы имели в виду, когда говорили, что исполнителей может быть там много-мало, оплачивать могут деньги быть, могут не быть. Вот если можно тут поподробнее. Ну, с какого примерно количества исполнителей становится целесообразным пользоваться облачными сервисами? А, вот именно в таком плане. Ну, смотрите, здесь скорее всего это… То есть вопрос был, с какого количества исполнителей, с какого количества, грубо говоря, разработчиков в команде, если я правильно понял, имеет смысл использовать облако. Тут лучше заходить к этому по-другому. Ну, опять же, у меня был слайд «Великое разоблачение». Он был далеко. Я сейчас буду какое-то время отматывать. А, вот он. «Великое разоблачение». Что такое облако? Облако — это тот же самый компьютер. Опять же. Если у вас, допустим, нет необходимости использовать облако, это нормально. Конечно, я там, как сотрудник Майкрософта, буду рыдать лиркодилиями слезами, что вы не используете наши продукты. Но, тем не менее, вернемся конкретно к вашему проекту. Вам вполне может быть достаточно какого-то другого решения. Это не означает, что вы не можете использовать DevOps практики без облака. Просто DevOps практики с облаком вам использовать, во-первых, намного проще, во-вторых, они намного более, скажем так, явно покажут свою эффективность. А если вы разворачиваете ваш продукт, ну, не знаю, там, у компании, которые предоставляют шарад хостинг, их там очень много, там, начиная Мирахост, Хостпро и так дальше, вам вполне может быть достаточно их сервисов. Почему бы нет? Все равно вы можете так или иначе использовать DevOps практики. То есть в этом нет никакого… И это нужно стараться использовать. Нет, то есть не можно так же оценить эти технологические проекты, когда полнота становится на них силой. Но тут скорее это зависит от конкретного проекта. И вот как оценить, имеет ли смысл лезть в облако или нет, я даже не знаю. Возможно, где-то есть такой документ, который бы это описывал, но я это обычно делаю на основании каких-то вот моих таких убеждений и предпочтений. Просто у меня был очень плохой опыт, если честно, с провайдерами услуг на территории нашей страны. И это меня побудило, скажем так, перестать играть в эту лотерею. То есть когда у меня на Новый год сайты моих клиентов из-за того, что админы празднуют, могут не работать в ночь с 31 на 14 января, две недели. И я звонил в службу поддержки, а мне там пьяным голосом «Привет! С Новым годом!» Ну, то есть я же, когда звоню в службу поддержки 24 на 7, я же звоню не ради того, чтобы меня с Новым годом поздравили. Да, у меня же, наверное, какая-то печаль в жизни случилась. Вот. Я просто перестал играть в эту лотерею. Облако мне им намного проще управлять. Если там у меня, допустим, я же говорю, что-то вышло из строя, то в большинстве ситуаций мне даже нет смысла разбираться, что именно пошло не так. Мне намного быстрее все эти виртуальные ресурсы пересоздать заново и развернуть там свое приложение. Пускай уже сотрудники провайдера разбираются там, что, где и почему моя машина перезагрузилась. Мне проще ее пересоздать. Это будет намного быстрее и быстрее я смогу возобновить предоставление сервиса клиенту. То есть вот в таком плане. С точки зрения, опять же, как бы экономики, да, облако, если смотреть вот именно там на цены, то наши местные провайдеры могут вам предоставить хостинг вашего сайта там, допустим, от 3 долларов в месяц и выше. В облаке, допустим, это будет от 10 долларов в месяц и выше. То есть вроде как в 3 раза больше. Но я всегда отвечаю на это тем, что вы покупаете принципиально другой по качеству сервис. То есть это как купить Жигули и купить BMW. В принципе, и на том, и на том вы сможете доехать на работу, но с разным уровнем комфорта. Вот как-то так. Еще вопросы? Ну, может, еще один, опять же, возьмем, там же сейчас максимально проводится Microsoft Visual Studio Team Services, да, который себе все пытается обменить там комплектом. Стоит ли реально на него завязываться, или можно, да, там, те же билды Team City, те же вещи использовать у Team City плюс тот же GitHub, плюс те же вещи, или стоит все-таки сюда смотреть, потому что это развивается. То есть некоторые вещи многие в превью, то есть это произносится и делается. То есть стоит ли завязываться на эту вещь, и все-таки лучше комбинировать, потому что сейчас есть. Хороший вопрос. Имеет ли смысл завязываться на Microsoft-овские сервисы, которые идут в продукте, который раньше назывался Visual Studio Online, сейчас называется Visual Studio Team Services? Значит, я бы ответил следующим образом. Я, по-хорошему, сам не люблю вендор лока. Но если мой там билд-агент, допустим, умеет выполнять две активности, это запуск скрипта командной строки и запуск скрипта PowerShell, то у меня вендор лока никогда не будет. Ну, то есть это… Это будет. Да, да. Эти степы, по крайней мере, есть. То есть если вот все эти практики, все эти процедуры построить вокруг того же там PowerShell или скриптов командной строки, почему бы и нет? Это будет даже круче, потому что я смогу потом, если мне нужно будет там, не знаю, провести какой-то деплой или еще что-то, я смогу это запустить не только с билд-сервера, но и с локальной машины. Там понадобится, но мне не понадобится, но это тоже зависит как бы от кучи разных факторов, но тем не менее возможность есть. Поэтому я бы, наверное, вот так ответил вопрос. Потому что большинство активностей вообще-то, которые вот нам даются в контексте тех же билд-агентов, они так или иначе и являются обертками просто более удобными вокруг либо командной строки, либо PowerShell. А даже если зайти в ту же Visual Studio Team Services, я думаю, что реально все активности, которые там есть, да так или иначе обертка вокруг либо командной строки, либо PowerShell. Почему бы и нет? Поэтому там вендерлока бояться не стоит. Там единственное, скажем так, что будет меняться, если мы говорим про разные инструменты, допустим, Visual Studio Team Services и тот же Team City, это будет меняться интерфейс настройки, там, конфигурации билда. Но общая суть от этого не поменяется. Если я знаю, что мне нужно в процессе билда, там, скачать исходники, подтянуть зависимости, сбилдить и запустить юнит-тесты, то так или иначе я эти шаги буду обязан повторить, что там, что там. Если я понимаю, как эти шаги устроены, в каком порядке они должны идти и так дальше, то у меня никогда не будет вендерлока. Скажите, есть ли у Microsoft Azure какой-нибудь конкурент? Конкурентов у Microsoft Azure полно. Наверное, таких 3, 4, ну, неважно, которые можно было бы выделить из громких имен. Во-первых, это амазоновский AWS. Это Amazon Web Services. Это то же самое облако, но от компании Amazon. Есть облако Rockspace. Есть облако Digital Ocean, которое сейчас очень любят хипстеры, потому что оно типа и облако, и супер дешевое. То есть если вы считаете себя, допустим, хипстером, то вполне возможно вам понравится Digital Ocean. Но это уже личный выбор каждого. Есть у Google свое облако. То есть в принципе так или иначе конкурентов много. Но много конкурентов это хорошо. Почему? Потому что это примерно то же самое, как, знаете, там, недавно в результате одного обсуждения в компании Microsoft, в результате там беседы на кухне, один человек сказал, другой не то услышал, ответил на другой вопрос, родилась идея стартапа. Я могу вот вам ее сейчас всем подарить, может кто-то ее реализует. Штаны с шагомером. Почему бы и нет? И там была такая дополнительная фича, например, что если ты там мало ходишь, то он начать тебя там как бы током бить, что типа хорресидеть, давай, значит, надо пробежаться еще там 2 километра сегодня. Здесь примерно так же. Когда много конкурентов на рынке, это означает, что для того, чтобы держать своих клиентов при себе, компании обязаны предоставлять более качественный сервис, там, более удобный сервис и так дальше, и так дальше. Поэтому да, конкуренты есть, на конкурентов там смотреть можно, этого нельзя запретить, но это хорошо. Если бы на рынке был только там какой-то один монополист, то у нас была бы намного более печальная история. У меня вопрос касаемо вхождения в разработку DevOps, да, в части. Насколько это сложно? И есть ли какие-то ресурсы и фиги, которые, я думаю, надо разобрать? Да, значит, в DevOps можно войти на самом деле довольно легко. Я бы сказал даже там без того, чтобы обмакнуть себя в сметану, да, можно все равно зайти в DevOps. Ресурсы есть и… А, ну это у меня будет чуть дальше. Ресурсы есть, я не могу назвать какой-то вот один ресурс, который общий, потому что их много, и так или иначе, да, там с развитием интернета информацию приходится собирать по кусочкам. Но я потом дальше покажу ссылки, в том числе на Facebook, на Azure группу, где так или иначе эта информация будет появляться. Я просто эти ссылки, по-моему, они у меня есть, но я их просто забыл вставить в презентацию. Так, давайте я тогда расскажу еще немножко. Вот, это то, что я забыл, рассказать про события. То есть если вам интересно и дальше вовлекаться вот в эту тусовку, в это движение, я хочу рассказать про события, которые у нас будут проходить, в которых вы можете тоже поучаствовать. Значит, первое, это Global Azure Bootcamp. Это конференция, которая проводится Azure сообществом в один день, четко определенный раз в году сразу во всех городах по всему миру. Ну, во всех городах это громко сказано, да. В прошлом году у нас получилось, по-моему, 194 города одновременно подключить, но, тем не менее, много, да. Эта конференция будет проходить в том числе и в Киеве. 16 апреля это суббота. Это будет однодневная полная конференция, которую как раз мы хотим сделать в таком формате больше, то, что называется, для тех, кто только сейчас к нам присоединился. Это конференция онлайн? Нет, это конференция оффлайн. Она будет проводиться в Киеве, она точно будет проводиться в Одессе. Мне ребята уже сообщили, что они готовят докладчиков, готовят контент. Может быть, она будет проводиться в Харькове. Я просто с ребятами из Харькова еще не связывался. Просто в Киеве буду я отвечать за ее организацию, поэтому я могу вот с высоты своего там авторитета нам как-то сказать, что контент будет достойный, докладчики будут достойные. И мы как раз ставим перед собой цель людей, которые или же имеют мало опыта, или же вообще опыта не имеют, как-то по максимуму втянуть в эту тусовку. А эта конференция платная? Бесплатная. Вот эта конференция Azure Day, она будет платная. Она будет проходить 4 июня. Azure Day будет рассчитан больше на людей, которые с Azure уже работали. То есть, если тут у нас будет как введение в основы, какие-то базовые принципы и понятия, здесь же наоборот будут максимально зубодробительные доклады. Как раз вот то, что я сказал, самый простой способ уменьшить бюджет на 70%, но а если я хочу уменьшить на 90%, а если хочу уменьшить на 95% свой бюджет, и при этом чтобы все работало так же, как и раньше, я могу рассказать, как этого добиться. можете или искать меня отдельно где-то в коридорах, или прийти на конференцию и послушать там мои доклады. Но эта конференция будет платная просто по той причине, что мы в том числе приглашаем на нее заграничных докладчиков. И нам надо этим докладчикам как-то оплатить там и проезд, и проживание и так дальше, и так дальше. Дальше. Мы будем проводить Azure HackFest. Я точно не могу сказать когда, но по-моему рабочая дата была примерно на 13 мая. Но я не уверен. Это надо еще подтверждать. Что такое Azure HackFest? Это в виде очередного эксперимента мы хотим провести хакатон. Возможно на один, возможно на два дня. Посмотрим, как повезет. Рассчитанный на DevOps. То есть участие будет бесплатное. Люди будут приходить. Люди будут как-то объединяться в команды. И мы будем меряться, кто, как, лучше использует DevOps практики, либо же в существующем проекте, либо же там на примере каких-то демо-разработок, которые мы бесплатно раздадим. Вполне возможно, что можно будет даже получить приз. Вполне возможно, даже чуть более ценный, чем чашка, кепка и футболка. Опять же, сейчас у меня информации мало. Но то, что я знаю, что событие это точно будет публичное, событие это точно будет бесплатное, предлагаю следить за анонсами в нашей группе на Фейсбуке. Как только у меня будет больше информации, я там буду все это размещать. И скажите, пожалуйста, кто из присутствующих здесь работает в аутсорсе? Поднимите руку. Раз, два, три. О, отлично. Супер. Значит, что хочу сказать. Microsoft сейчас, опять же, в виде эксперимента хочет сделать программу поддержки украинских компаний, которые работают в сфере аутсорса. Со своей стороны, Microsoft заинтересован в проектах, которые ведут аутсорсеры в облаке Microsoft. Это не обязательно проекты на дотнете. Это просто должны быть проекты, которые используют Azure. Со своей стороны, Microsoft готов инвестировать тренера, то есть меня, чтобы я пришел в эту компанию и рассказал ребятам, научил команду внутри аутсорсера, как можно, используя DevOps практики, повысить эффективность работы в проекте. Как можно избавиться от ряда каких-то там, не знаю, проблем, которые были раньше. Опять же, на деплой вместо там недели тратить час. Или же внедрить автоматические тесты в проект. Или же еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это инициатива для аутсорсера полностью бесплатная. То есть аутсорсер денег никому не должен. Пока что это вот в рамках такого пилотного проекта. Если это интересно, то вот есть последний слайд, на котором еще раз есть мой личный или же рабочий e-mail, запишите это или сфоткайте. Можете написать мне письмо. Просто укажите, что я был на IT-ток в DataArte такого-то числа. Вы делали предложение партнерства для аутсорсеров. Нам интересно поговорить на эту тему. Все. И тогда уже я приеду, расскажу более детально. Возможно, там вам, вашему руководству, еще кому-то, как это работает, что это работает. И мы будем искать какие-то вот такие общие точки для пересечения. Также здесь есть мой Twitter, есть мой Facebook, есть мой LinkedIn. Даже не знаю, зачем я его сюда поставил, но пускай. Есть мой YouTube-канал, на котором чертовски много видео на тему Azure. В том числе там даже есть несколько видео. Я, правда, их давно не обновлял. Они у меня лежат просто руки, не могут дойти, выложить туда новые видеоролики. Как раз относительно того, как мы можем, используя Visual Studio Team Services, реализовать, например, Continuous Deploy нашего приложения в Azure. То есть там короткие видеоролики, буквально там до 10 минут каждый, где я вживую все быстренько настраиваю и показываю, что вот смотрите, как оно работает. И самое важное, это группа Azure.ua на Facebook, в которой как раз мы и публикуем все анонсы о мероприятиях, связанных с Azure и с DevOps уже тоже, которые проводятся либо нашим сообществом, либо же Microsoft, либо же нашими какими-то партнерами. Поэтому особенно, если вы в Киеве сидите, то на этой группе вы можете получить доступ максимально оперативно ко всей этой информации. Ну, на этом у меня, наверное, все. Если есть еще какие-то вопросы, могу ответить. Если вопросов нет, спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok